Средний статистический человек выбрасывает в год до 360 килограмм мусора. Если этот мусор, выкинутый доселением одного города, распределить по улицам в один слой, то получится слой не менее 10 сантиметров. С этой информацией начался экологический урок в Демитровградском лицее номер 25. Утилизация мусора на сегодняшний момент – важнейшая проблема для городов, регионов и стран. В России работает федеральная программа по субсидированию регионов на закупку специализированных контейнеров для сбора мусора. В декабре в Демитровград поступили такие контейнеры, а в школах Демитровграда началась информационная работа со школьниками. Надо сказать, что в одном из образовательных учреждений ученики давно знакомы с сортировкой и переработкой отходов. Это школа номер 10, в которой сотрудничает в рамках договора с организацией «Экосистема». Мы продолжаем на постоянной основе сотрудничать с нашей любимой, могу уже сказать, школой номер 10. Здесь очень отзывчивый персонал работы. Здесь прекрасные дети, которые очень заинтересованы в развитии нашей общей с вами направленности. Это создание чистоты везде и в целом. Наш город, наше родное место – это то, где мы живем. И президенту поставлена перед нами задача – это развить именно переработку, сортировку, именно полностью вовлекать все отходы так, чтобы они нам приносили пользу. Как сделать так, чтобы отходы приносили дальнейшую помощь, знают и демитровградские школьники. Не сортируемые отходы или же биоразлагаемые отходы можно использовать в качестве удобрения. Как ты считаешь, почему надо разделять мусор? Потому что, если его не разделять, то планета в скором времени превратится в гигантскую свалку. Мы продолжаем работу по экологическому образованию детей. Ну и на пороге замечательного праздника, когда все, каждый свою квартиру, каждый дом убирает, готовит к празднику и хочет встретить в чистоте. Мы, конечно же, должны не забывать и про нашу школу, и про город. Это тоже наш дом. И вот сегодня ребята еще раз научатся, как сортировать мусор. Ну, в принципе, они уже знают, они скорее поделятся опытом. После эко-урока школьники провели мастер-класс по сортировке отходов и изготовлению новогодней игрушки из природного материала.